Самая лучшая полнолицевая маска или противогаз? Какой? Наверное, это один из самых часто задаваемых вопросов мне. Почему? Потому что от выбора средств защиты органов дыхания зависит полностью здоровье дезинфектора, ведь мы можем надышаться парами ядов и потом наше здоровье нам спасибо с годами точно не скажет. Ну а также это видео будет полезно всем тем, кто хоть как-то своей работе или хобби связан с воздействием внешних вредных факторов на наши дыхательные пути. На канале Мир Дез еще очень много будет полезной и интересной информации, поэтому подписывайтесь на канал, начнем. Посмотри это видео полностью и в конце тебя будет ждать интересный розыгрыш. Это видео будет полностью посвящено полнолицевым маскам или противогазам. Полумаски, о них я говорить в этом видео не буду. Но какую же маску лучше всего купить? Я использовал очень много масок и из всех тех, которых я использовал в своей работе, я выбрал основные только две, которые мне понравились. Но это не значит, что других хороших просто нету. Конечно их существует огромное множество, но я поделюсь лишь своим личным опытом. Работаю я в сфере дезинфекции, дезинфекции и диоретизации с 2013 года. И пока на сегодняшний день самых лучших это всего лишь пару масок, которые я однозначно мог бы вам посоветовать. Какие же это маски? Не будем торопиться, обо всем по порядку. В конце я о них расскажу, но начнем по очереди. Я постараюсь это видео смонтировать и сделать таким достаточно емким, четким, без лишней воды. Но сразу предупреждаю, очень коротко не получится, потому что этот обзор я хочу заснять и вставить туда некоторые вырезки из других видео и как раз таки из тех тестов и обзоров на маски, которые я уже делал за свою историю видеосъемок. Поэтому постараюсь я собрать все те видео, ссылочки, которые будут на вот эти маски, на которые различные делал тесты, испытания различные, это все будет в описании. Поэтому заходите в описании, там будет целый огромный список. Начнем с первого противогаза, это ГП-5. Какие плюсы есть у этого противогаза и какие минусы? Начнем, конечно же, с плюсов. Во-первых, она доступная. Она дешевая. Она недорогая. Она бюджетная. Ну и, наверное, все. На этом-то ее плюсы и заканчиваются. У нее есть ряд недостатков. Во-первых, это ничего не видно. Очень сильно потеют стеклышки. Если вы особенно обладатель красивых, шикарных, пышных волос, то снимать вы ее будете вместе со своей красивой прической. Я попытался проработать в ней целый месяц, вот полностью работая только в одной ней. И я, честно сказать, не смог этого сделать. Вот в чем заключается несомненный плюс ГП-5 противогаза в том, что на каких-нибудь сайтах распространенных Авито и так далее, вы можете купить их просто ведрами. Да, на самом деле именно ведра, потому что они должны продаваться уже, наверное, на развес. Вот. Но, опять-таки, купив их, они везде лежат на складах. Самые распространенные противогазы, как я уже говорил в одном из своих видео, их было выпущено больше, чем людей в СССР жило. Но сейчас уже, даже несмотря на то, что они хранятся у меня в такой щадящей температуре, сильно жары нету и минусов нет у меня на складе. И в тени они, на них прямые солнечные лучи не попадают в ультрафиолет, они вот такие уже. То есть, все пришли в негодность. Я уже очень много выкинул, у меня их было больше 50 штук. Сейчас любой, какой мы не возьмем из них, он уже просто развалился. Далее по списку маска МАК. Она выпускается в основном трех различных модификаций. Это с центральным креплением фильтра, также с двумя боковыми креплением фильтров, но и с байонетным креплением фильтров. В первой маске, которая имеет центральное крепление фильтра, ее особенность в том, что фильтр, который находится впереди, он ограничивает обзор. А если фильтр вы используете достаточно большой такой и емкий, то он еще будет и тяжелым и будет очень сильно давить на шею. Ну а также в той маске, в которой находится лишь один фильтр, тяжелее дышать. Та маска, которая с двумя креплениями фильтров, дышать в ней значительно легче. Ну а также я заметил, что на дольше хватает и самих фильтров. Ну и намного шире обзор, потому что фильтра расположены не впереди человека, а как бы с боков. Хотя, когда я ее покупал, мне сказали, что это необходимо для того, когда стреляют из различного оружия, чтобы могли оружие прислонять к своему лицу. Но я ношу всегда ее с двумя фильтрами и мне так намного больше нравится. Маску третьего варианта с байонетным креплением я не использовал, в связи с тем, что у меня просто гора фильтров от gp5, да и они недорогие в продаже. Плюсы огромные всех этих масок, это отличный обзор и то, что они очень удобные. Но у них также есть и минусы. Это достаточно быстро царапается стекло. Есть различные пленки, можно их использовать для масок 3М, купив в магазине и лишь немного подрезать. И тогда она не будет так сильно царапаться. Но это стекло, точнее защитная пленка, она не прилегает полностью, а лишь приклеивается по бокам. Поэтому все равно различная пыль и грязь может забиваться между стеклом и пленкой и все равно наносить какие-то повреждения поверхности. Также эти маски у меня испортились. Они все просто развалились при озонировании. Я знаю, что есть еще один тип масок этих. По-моему, сколько я видел в интернете, это силиконовые. И они, наверное, при озонировании бы не развалились. Но у меня было так, поэтому как есть, так и говорю. Ну и еще один такой недостаток, что обтюратор достаточно близко прилегает к глазам. Еще есть продажи маски Unix и маски Breeze, но я их, к сожалению, не использовал пока в своей работе. 3М маски. Их огромные плюсы в том, что они мягкие, удобные, но у них есть и серьезные недостатки. Они раз в 4-5 примерно дороже, чем большинство других масок, которые я сейчас обозреваю. Ну и также у них очень мягкий силикон. И поэтому вот эти ремни наголовника достаточно быстро оттягиваются, ну и рвутся после этого. Маска GP21. Вот ее я однозначно рекомендую. В этой маске я уже работаю несколько лет. И стекло ее до сих пор не замутнилось. Хотя сейчас оно немножко грязноватое. И оно лишь немного покрыто такой желтизной. Ну это в основном выгорело на солнце. Ее огромные плюсы в том, что оно не царапается стекло. То есть видите, оно никак не поцарапается, потому что оно очень мягкое. Сделано из такой, даже не знаю, как это назвать, из чего оно сделано. Могу потом посмотреть на сайте и сказать. Но мне она очень понравилась. Попробуем ее поцарапать. В ней очень легко дышать, потому что в ней два фильтра. У нее отличный просто обзор. Но у нее, к сожалению, есть недостатки. Это крепление фильтров. На одном из своих видео я это показывал. Почему же это недостаток? Да потому что после этого она просто ломается. И можно, находясь в каком-то отравленном, задымленном помещении, проходя мимо стенки, просто задеть за эту стенку. Ну и фильтр отсоединится, как я вам только что показал. Следующая маска. Это с Алиэкспресс. Я не буду говорить, на какую маску она похожа. Да вы, наверное, сами все видите. В этой маске я тоже проработал огромное количество времени. Какие основные плюсы этой маски? Это ее цена. Она очень бюджетная и недорогая. Несмотря на то, что цены даже растут, все равно она стоит значительно дешевле. А если сравнивать с самыми дорогими масками, то ее цена может вообще быть раз в 10 дешевле, чем у них. Ее огромное преимущество в том, что у нее есть резьба под М42 и можно накрутить фильтр от маски GP5. Ну а также она снабжена байонетным креплением. Поэтому тоже можно выбрать, какие фильтра вы будете использовать. Можно сюда поставить заглушку, а сюда прикрутить байонетные прикрепления фильтров. Ну и еще плюс в том, что пленки защитные от ремовской маски сюда встают просто идеально, без всяких подрезаний. Но минусы у нее все равно есть. Вот эти ремни, они как бы такие полурезиновые, полусиликоновые. Не знаю даже, как сказать это честно. Наверное, это просто какой-то такой жесткий силикон. Но все равно они мягкие и со временем они тоже растягиваются и рвутся. И с этой маской такое произошло. Ну и еще я однозначно рекомендую ставить сюда хорошие фильтра. Потому что те, которые продаются на общеизвестном китайском сайте, они очень болтаются и фильтруют крайне плохо. Даже органические какие-то пары и вещества в небольшой концентрации. Ну и подведем итог к этому видео. Какие же маски я однозначно рекомендую? Ко мне пришла очередная новая маска. Вот точно такая же кайк и та, в которой я очень долгое время проработал. В комплекте у нее идет защитная пленка. Хорошая упаковка. Как всегда в подарок беруши. В этот раз другие. Ну и вот сама она. Такая симпатичная, такая красивая. Я уже снимал ее полностью обзор, распаковку. Поэтому вы это тоже можете посмотреть на моем канале. Маска GP21, которую тоже я однозначно рекомендую. С ней практически ничего не случилось. Не со всеми вот этими резиновыми частями. Да вообще, я могу сказать, почти ничего абсолютно не произошло. Я тоже заказал еще две новые маски. В комплекте они идут сразу же с фильтрами. В таких они упаковочках. Тоже одно из видео на канале, где я распаковывал такую маску, где производил по ней обзор. Можете посмотреть в ссылочке под описанием. Кстати, тоже вам хотел сразу же показать, потому что у нее почти что стекло, ничего стеклу не случилось за годы работы. Так как я работал в ней очень много. Смотрите, сравните. Конечно, видно, что оно пожелтело, но не критично. Все равно через него все четко видно. И оно практически не поцарапалось. Ее почти невозможно поцарапать. Все обзоры о этих масках, а также обзоры о более поздних масках, которые я буду снимать в будущем, вы найдете в описании к этому видео. Поэтому подписывайтесь на канал. Конечно, я работал далеко не всеми масками, но я надеюсь, получится снять еще очень много интересных видео именно о полнолицевых масках. Ну и в конце, как я обещал, будет розыгрыш. Розыгрыш чего? Ну, конечно же, полнолицевой маски или противогаза. Какой? Возможно, вот этой. Возможно, вот этой. Посмотрим. Я ее сегодня же закажу, и как только она придет, я ее разыграю. А что нужно будет вам сделать для того, чтобы выиграть ее? Это подпишись на канал, поставь лайк и обязательно оставь комментарий. И среди тех, кто оставил комментарии, я проверю, посмотрю, есть ли они в подписчиках, и разыграю эту маску. И вы можете стать ее обладателем. Какую маску конкретно? Я еще посмотрю, потому что буду заказывать только сегодня. Основные маски, хотя их существует на китайском сайте огромное количество, вы сейчас можете видеть на своих экранах. Больше всего это те маски, которых я показывал вам с центральным креплением. То, что возможностью использования фильтров от GP5. Ну, и также с таким защитным экранчиком впереди. Ну, и также маски другого типа, с таким наголовником, как наподобие сетчатым. Но тоже есть возможность либо крепить GP5 фильтр, либо без его крепления, то есть только с байонетным креплением. Поэтому посмотрим, все будет впереди, впереди еще будет очень и очень много интересного. Поэтому обязательно подпишись, особенно если хочешь выиграть. И среди тех, кто оставил свой комментарий, я с помощью случайных чисел сделаю розыгрыш. И разыграю эту маску и отправлю ее абсолютно бесплатно в любую точку России за свой счет. Это будет подарок от МирДеза.